Стильный духом. Под таким названием в Твери прошел первый региональный конкурс красоты среди маломобильных людей. Участие в нем приняли 10 представительниц прекрасной половины человечества из Твери, Ржева, Вышнего Волочка и других муниципалитетов Верхней Волжи. С места события передает наш корреспондент. Жительница поселка Авакумова Калининского района Юлия Хаин прикована к инвалидному креслу. Однако, несмотря на это, девушка старается вести активный образ жизни. Юлия 36, она воспитывает ребенка, планирует открыть онлайн-школу для детей, где будет обучать искусству народной куклы. А теперь в портфолио девушки добавился еще один важный пункт. Участница конкурса красоты для маломобильных граждан. Мне, по большому счету, все равно займу я чего-то, не займу какое-то место. Мне интересен именно сам процесс, подготовка, общение с людьми, знакомство с девушками из области. Вместе с Юлией в первом региональном конкурсе красоты для женщин в инвалидных креслах стильно и духом участвовали еще девять представительниц прекрасной половины человечества. Это Светлана Кукунова, Валентина Косинкова, Татьяна Михайлова, Екатерина Родионова, Татьяна Строева, Мария Грезнева, Екатерина Михеева, Елена Зиня-Тулина, Светлана Синькова, девушки из Твери, Ржева-Беженска и других населенных пунктов Верхневолжья. Все они занимаются спортом, поют, пишут стихи. Каждая из них яркая и талантливая личность, замотивированная жить и творить. Организатор конкурса «Благотворительный фонд» Марина Леонович. Сегодня хотелось бы говорить только о благодарности тем людям, которые объединились. Это очень важно для меня. Не как там, какие этапы и что все остальное, а именно то, как объединились люди. А объединились люди, собравшиеся в этот вечер в ДК «Металлист» в одну большую семью. В конкурсе не было победителей, проигравших не распределялись призовые места. Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать, что даже если человек прикован к инвалидному креслу, жизнь на этом точно не заканчивается. Всегда есть возможность творить, радоваться каждому дню, общаться с другими людьми и получать от этого удовольствие. Это праздник. Это для конкурсантов праздник. Поэтому думаю, что это нужно поддерживать и продолжать. Все участницы смогли продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе. Каждая из них была отмечена в своей номинации. Мисс Дизайн, Мисс Рукоделия, Мисс Фантазия и другие. Также двое конкурсантов были отмечены в специальных номинациях от партнеров конкурса. И, конечно, все девушки получили заслуженные подарки и цветы от организаторов и спонсоров конкурса «Стильный духом», а также массу положительных эмоций.